Яркие стенды, фотовыставка, как ретроспектива прошлого и настоящего завода, которому в этом году исполняется 55 лет. Впрочем, лучше всех историю родного предприятия знают ветераны, проработавшие на заводе 30 и более лет. Один из них, Геннадий Николаевич Дьяк, проработал на родном предприятии почти 40 лет. С тех пор завод сильно изменился и только к лучшему считает ветеран. Как это у нас проходной двор был, а сейчас навели туда ветерану пройти, надо здесь оформить спецпропуск и получить. Вот это порядок навели, вот это большое дело. Чтобы все желающие могли увидеть, как и главное в каких условиях производится знаменитый в Казахстане, да и во всем СНГ цемент, всем желающим предоставили уникальную возможность – экскурсию на предприятии. Генеральный директор АО «Шинкенцемент» господин Габриэль Морен подчеркнул значимость инноваций, являющихся основой проекта Айнова. «Система Айнова – это результат научных исследований «Италцементи». Мы гордимся тем, что теперь вся продукция, разработанная группой «Италцементи», представлена как одно целое портфолио, в основе которого лежит концепция технических характеристик продукта. Система Айнова – это инструмент, который наилучшим образом поможет потребителям выбрать необходимую для них продукцию. Таким образом, в рамках данного проекта АО «Шинкенцемент» уже работает над тем, чтобы поставлять нашим клиентам некоторые из инновационных продуктов группы, такие как прозрачный цемент «Илайт» и фотокаталитический цемент «Тиэкс Эктив». АО «Шинкенцемент» более 55 лет представляет свою продукцию на рынке Южно-Казахстанской области и других областей Казахстана. В 1998 году АО «Шинкенцемент» стала частью компаний «Италцементи Групп», одной из пяти крупнейших производителей цемента в мире. С момента приобретения завода компании «Италцементи Групп» были внедрены проекты по улучшению окружающей среды и охраны труда на общую сумму более 25 миллионов долларов США. Завод постоянно развивается и основными приоритетными направлениями его развития являются охрана труда, защита от окружающей среды и инновации.